Привет, друзья! Как вы поняли из названия, ремонта видеокарт сегодня не будет. Покажу процесс установки хрибут на Xbox 360 Slim, что и для чего это нужно. Погнали! Первым делом я осматриваю приставку. О, даже бомба на месте. Далее определяю ревизию, чтобы понять, каким образом шить. Видим, потребление тока 10.83 А. А это значит, что ревизия материнской платы Trinity. Ещё бывает ревизия корона. Она немного по-другому шьётся. Пока пломбу не снял, на всякий случай включу и проверю приставку. Импатуме маленький инвалид со словным стиком. Я его, кстати, менял, не помогает. Скорее всего, делаю прошивки. Запитываю от лабораторника, отсека тоже нет. Три вольта подал, включаю. Клиент изначально заявил про нерабочий дисковод. Ну что ж, проверю. Да, дисковод не влазит. Да, там и так по нему видно. Сейчас покажу. Не знаю, что с ним сделали, но он заклинил. Перехожу к разборке иксбокса. Вот дисковод, тут будут лишние детали. Я его просто отключу при сборке. Прошиваться здесь будет сама приставка. То есть материнская плата, а не дисковод. И игры скачиваются на жёсткий диск. Да, кстати, вот жёсткий диск на 250 гигов. Ну, вполне достаточно. В среднем игра занимает гигов 5. Ну, GTA V она так на двух дисках идёт. Ну, там, может, гигов 15, уже не помню. Ещё один момент по разборке. Под пломбой скрывается защёлка. И иногда надо очень сильно нажимать, чтобы она чёлкнулась. Ну, тут как-то легко она разобралась. Да и пломба сама отвалилась. По второй пломбе вижу, что действительно приставка никогда не разбиралась. Но я бы не сказал, что это хороший признак. То есть, это получается, с 2011 года приставка ни разу никогда не чистилась. Скорее всего, термопаста там просто в бетон. А может, просто приставка годами лежала, редко использовалась. Блин, ну за это время могло что-нибудь и поселиться в приставке. Как это с ноутбуками часто бывает. Когда их вообще долго не чистят. Аккуратно, не спеша, снимаю переднюю панель. Чтобы не порвать шлейф. И что это? Блин, так это же Жорик. Откуда он тут взялся? Офигеть. Блин, в Xbox я ещё не видел Жориков. Блин, вот он. Блин, хоть дохлый. Капец. Представляю, сколько их там внутри должно быть. Ладно, отщёлкиваем шлейф, поехали дальше. Надеюсь, тут не всё так печально с Жориками. Тов-то травить их замучаюсь. Дальше я буду снимать крышку. Блин, слабонервно советую перемотать. Я ещё не знаю, кто и что под крышкой. Ну что ж, снимаем. Та-дам. Чистота. Тут даже пыли-то особо не вижу. По дисководам, может, кто поживает? Да нет, и тут чисто, и тут. Офигеть. Это получается, один Жорик всего пробрался. Немного на себя давлю корпус и аккуратно извлекаю материнскую плату, чтобы ничего не повредить на ней. К счастью, как видим, ни фиксиков, ни Жориков не обнаружено. Да и пыли я бы не сказал, что это много. Беру свою палку-открывалку. Уверен на все 100%, что термопаста будет как бетон. Да, термопаста тут действительно бетон была. За кадром я уже и отёр. По поводу чистки, рекомендую каждый год чистить и менять термопасту. Слимки не исключение. Как и на ФАТ, как процы отваливаются. Ну, в данном случае здесь процы и ГПУ в одном чипе, а на ФАТ, видеочип и процессор по отдельности. Ну, там даже не знаю, что чаще дохнет. Видеочип, наверное, на ФАТке. Что ж, друзья, перепоним ФАТке. Для прошивки я использую JR-программатор. Он, конечно, помедленнее, чем на Атникс. Минут 20 считывает прошивку. Но на то время он был намного дешевле, чем на Атникс, поэтому взял его. А в этом пакетике новенький X360 Run. То есть, глич-плата. Переводя на русский, глич переводится как сбой. Эта маленькая плата и будет запускать в фрибут. То есть, она будет подкидывать глюки процессора и просовывать свою кастомную прошивку. Саму глич-плату не нужно будет прошивать, но нам нужно будет передвинуть один резистор и два убрать. Это делается только на ревизии Тринити, на короне не нужно передвивать резисторы. И сам гличер не нужно прошивать, в отличие от ACV3. Устанавливается гличер на плату. Ну, вот так просто на двухсторонний скотч. И ни разу не отвалился. Подготавливаю контактные площадки к пайке гличера и программатора. Сразу все запаяем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал 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 DimaTorzok Вот его введем в программу J-Runer. Вот это нижнее окошко. После жму Get K, у нас должен считать ключик. Да, вот ключ есть. После этого жму Собрать прошивку. А, да, надо версию дашборда выбрать. Все, жму Создать прошивку. Все, у нас кастомная прошивка собралась. Отключаю питание. И заново подключаю, но при этом не включаю Xbox. И нажимаю кнопку Run Nant. И у нас пошел процесс записи кастомной прошивки. На запись тоже уходит где-то около 20 минут. Я специально на видео уже ускорил. Так что наслаждайтесь снова. Что ж, пробуем запускать. Так, у нас запросил обновление. Это потому что я забыл отсоединить от интернета. Отпавил программатору, он нам больше не нужен. А прошивку все равно нужно обновлять. Только я загружу на флешку, потому что нужна определенная версия и не последнюю ставил. Прошивка, конечно же, с флеш-картой не целиком обновляется. А загружается обновление для Кинекта и для аватарок. И снова пробуем запускать. Запуск, кстати, до 2 минут. Так, все, уже обновление флешки подхватило, обновляется. Вот, те самые аватарки. Так, теперь нам надо загрузить флеш-карт и хекс-меню. Заходим в любой профиль. Нам необходимо скопировать графическую облочку Freestyle. Папка FSD. Я ее копирую в корень жесткого диска. Как Freestyle скопировался, теперь нам необходимо Launch.ini. Это конфигурационный файл. Копируем для жесткого диска. Слэшки в корень жесткого диска приставки. После этого нам необходимо установить Launch.ini. Находится у меня в папке Installer. Запускаем его, установить. И сразу выберу путь запуска Freestyle. Все, пошел процесс загрузки и Freestyle. С помощью данного софта у нас намного упрощается скачивание игр. Сейчас я покажу вам метод, как игры скидывать. Сначала поменяю этот стрёмный скин. Мне больше вот такой нравится. И опять, рестать и снизу запоминаем. Вот, Станис 2, 168, 0, 163. Тожмем перезагрузить. И вот она, красивая новенькая оболочка. Прям как родная. Теперь необходимо настроить Freestyle. Настройки, путь к играм. И указываем, где у нас игры находятся. HD1, контент, глубина 4, сохранить Y. Выходим отсюда. На компьютере у меня же скачен файл Zilla клиент. Вводим IP адрес. У меня 192, 168, 0, 163. Ваш маршрульцатор может выдать любое IP адресы. Имея пароль, стандартный Xbox пишу. Тоже меняется настройка, кстати. Так, переходим к скачиванию игр. Открываю папку с Mortal Kombat. И с правой части у нас Xbox HD1, контент, папка. И папку 0 открываем. И просто берем нашу игру. Слева направо перетягиваем. На пустую область. И все, пошел процесс скачивания игры. Теперь только дождаться. Но на этом еще не все. Чтобы приставка увидела игру, нужно нажать в настройках сканировать. Или просто перезапустить Xbox. После этого игра появится в меню. Так, ошибка эта вышла. А, так тут и уже был Mortal Kombat. А, это просто дисковая версия. А я на жесткий диск кинул. Ну, это ладно. Это так, пример показать. Ну, поиграть у меня, конечно, не получится. Вот, смотрите, как у меня стикс чудит. Ладно, пускай меня маленько поколотят. Все, нажимай, вообще ничего не делает. И на этом, друзья, все. Следующий видос будет по видеокартам. Три штуки я уже жду. Если что будет интересно, запишу видосик. Надеюсь, видео понравилось. Записалка смог. Всем пока!